Слава Украине! Героям слава! Приветствуем от Полонского! Давайте я вам расскажу о очередных рекордах глупости, поставленных российскими оккупантами. Дело в том, что, ну знаете, когда я читаю новости из так называемой России, ну у меня просто, ну не покидает, просто абсолютно не покидает мысль, что этой страной руководят абсолютные клинические идиоты. Вот если есть, например, в каждой ситуации три пути, хороший, такой средненький и плохой, то российское руководство обязательно найдет четвертый путь, который очень плохой. Ну это я так мягко сейчас выражаюсь, да? Вот они из трех путей всегда умеют выбрать четвертый абсолютно негодный, да? И вот эта ситуация с Китаем, которая сейчас разворачивается на наших глазах, это просто аут. Ну мало того, что Китай прокинул их по газу, там просто-просто смешал с дерьмом и, как говорится, поиздевался над ними. То есть что делают китайцы? Они покупают на так называемой России газ. Покупают довольно в больших объемах. Знаете, за сколько? За три копейки. То есть они им дают там себестоимость плюс один цент Путину на Кабаеву. Все, больше ничего денег они им не дают. Закачивают себе в газохранилище, а газохранилище в Китае полное. Этот газ им даром не нужен. Что они делают? Они берут уже подороже, этот газ перепродуют куда? Правильно, на Западную Европу. Что с этого имеет так называемая Россия? Дырку от бублика. И ту не имеет, понимаете? Дырку от бублика, там хотя можно языком лизнуть и облизать бублик изнутри, понимаете? И будет вкусно. А в данной ситуации Россия вот лишена такой возможности. Ну бог с ним, с газом, да? А теперь же у них еще одна проблема. Помните прекрасно, что более половины их золотовалютных запасов, которые были либо же в евро, либо же в долларах, либо в виде, ну не только золотовалютных, а любых запасов, либо недвижимости на Западе, золотых украшений, чего угодно на Западе, это все было, ну пока что арестовано, скажем так, задержано. Потом будет передано на Украине, уже одна дать им сейчас работает законодатель, законодатель всех стран где-то. То есть это все пойдет на восстановление Украины после нашей победы. Но речь не об этом. У них там огромная сумма денег, одни говорят 300 миллиардов долларов, другие говорят, если все вместе посчитать, это будет 600 миллиардов долларов. Задержано пока что. И вот они ринулись, говорят, да мы что, да мы плевать хотели, мы великие, а мы могучие. Могучие, а мы купим, говорит, сейчас китайские юани и станем независимыми индепендент. Индепендент будем говорить. Вот, и такими могучими с юанями в кармане. Даже пластическую операцию ради этого пойдем все сделаем. Да, сами знаете. Короче говоря, покупают эти не очень умные люди китайских юаней на более чем 100 миллиардов долларов. Это огромная сумма, собственно говоря. Из тех запасов, что у них остались сейчас, это процентов уже не знаю, может 20-25. Остальное же там задержано, все. Может даже и больше чем 25. Много. По сути это последние свободные деньги, которые у них были. Что дальше? А они не ушли одной вещи. Вот, когда ты куда-то вкладываешь свои бумаги, ты должен как бы узнать, ну, или деньги, да. Ты же должен узнать какое-то законодательство, как-то понимать, куда ты вкладываешь бабки. Они же думали, что они вкладывают в Китай деньги, ну, а в любой момент взяли их, их и забрали назад, используя, скажем, на войну в Украине. А-а. Это Китай. Так вот, чтобы вытянуть эти деньги из юаней назад, в таких суммах, или что это в больших суммах, нужно отдельное соглашение с китайским правительством. А китайское правительство такие соглашения еще никому ни с кем не подписывало. А тем паче сейчас в Китае кризис, кризис неплатежей, все мы прекрасно знаем, что у них там кризис с строительной промышленностью. И сейчас им вот эти вот движения, огромные телодвижения с огромной суммой юаней даром не нужны. Короче говоря, вот эти вот все 100 миллиардов долларов в юанях, которые Рашка вкинула в Китай, тупо зависли таким же точно мертвым грузом, как те миллиарды долларов и евро, которые зависли в Штатах, Бельгии, Канаде, Австралии, где угодно. Вот скажите, кем надо быть, каким бараном надо быть, чтобы совершать вот такие действия? Это еще раз говорит о том, что а. России руководят клинические идиоты, б. о том, что Россия экономический клоп. Клоп. Мелк да вонючий. Мал, мелкий, вонючее такое вот существо. Несмотря на то, что у них огромная территория, экономически они себе ничего не представляют. И поэтому им приходится постоянно каким-то образом вкладываться в другие страны, они вообще не самодостаточны. Посмотрите, тот же Иран, он более самодостаточен, чем так называемая Россия, но там по тысяче и одной причине. Хотя население тоже довольно большое, у них по-моему даже население почти одинаковое, если в Иране даже и не больше, кстати, о птичках. Но оно более компактное, более однородное и так далее. И страна более управляемая, если честно, чем так называемая Россия. Вот. И они даже хуже, чем Иран. Даже хуже. И попали в такую, как говорится, попу. А, это же как раз Путин даже описал, резиновая попа. Ну вот. Ну вот как раз. Что теперь только вынимай. Как не там арестовали 300-400 миллиардов долларов, так здесь еще 100 миллиардов. Ну где еще? Давайте нам сразу в Украину все присылать, им все равно это все конфискуют и отдадут нам. Ну так давайте сразу нам пересылать, и мы сразу начнем восстанавливать. Кстати, танков купим новых нормальных, чтобы вышибить вас из Севастополя. Слава Украине!